аромат и вкус кофе хорошо знаком каждому и чтобы вы получили удовольствие от каждого глотка кофейные зерна выращивают на огромных плантациях неспешно собирают их и обжаривают до золотистой корочки вот только здесь это все никому не надо потому что кофе здесь делают из инжиров добро пожаловать на майорку это жизнь других говорят что майорка это остров по которому передвигаются на вертолетах и яхтах не меньше чем на машинах остров самым большим количеством успешных спортсменов остров люкса и пятизвездочного отдыха но как здесь проходит жизнь типичного жителя не спортсмена не голливудской звезды что он любит чему стремится о чем мечтает как ему здесь живется сегодня мы все с вами знаем но начну с того что майорка самый большой остров принадлежащий испании он находится в средиземном море и входит в состав болеарских островов а вот 800 с лишним тысяч человек здесь живут примерно так как пилот марк младес получает право на управление вертолетов и самолетов и летают в барселону в гости к родственникам ну или как пенсионер антонио ходит по утрам в местную пекарню за любимой булкой энсаймада и отправляется завтракать на побережье конце концов здесь у многих как у семьи марта и хуана есть жилье с невероятным видом на море и своя собственная лодка у многих гаражей есть машина мотоцикл никого этим не удивишь правильно у майоркинцев тоже это все есть но у многих из них на причале стоит лодочка минимум метров шести так чтобы на выходные можно было всей семьей просто выйти в море на чем вам не выходной на лодочке поехал красота лет пять назад я получила права и теперь каждые выходные мы выходим на нашей лодке в море стоит она 37 тысяч евро за парковку и плачу 700 евро в месяц но удовольствие которое она нам приносит бесценно мне кажется минимум половина моих земляков на дни рождения на корпоративы и крещение соседского ребенка идут не в ресторан а собираются и устраивают праздник на лодке но если компания больше лодка здесь не обойдешься и придется брать в аренду яхту недавно мой брат устраивал мальчишник и за три с половиной тысячи евро мы арендовали яхту на сутки и чувствовали себя настоящими голливудскими звездами и неудивительно ведь чаще всего в аренду яхты берут богатые иностранцы и звезды здесь не раз видели пирса броснана сальмухайки даже принца гарри отдыхающих на яхтах аренда яхты которую вы видите за моей спиной стоит 3000 евро в день в эту сумму входят услуги капитана и легкий перекус но за отдельную плату можно заказать даже концерт джейло прямо на палубе но чтобы клиенты были довольны яхту надо постоянно чинить красить что-то менять и если она стоит миллион евро то годовое обслуживание ее хозяину будет обходиться примерно в 100 тысяч но даже при таких расходах владельцы живут припеваючи и за горячий сезон зарабатывают больше чем некоторые за целый год отлично на майорке чувствует себя и таксисты ой слушайте какая красота когда тебя такси может доставить в любую точку куда тебе нужно вообще майорка в этом плане прекрасно хочешь такси в барселону хочешь куда угодно такси что вы хотели конечно это же все таки остров как еще добраться пока жители нью-йорка или дейли часами могут стоять в пробках майоркинцы за это время могут запросто слетать по делам на континент и вернуться обратно марка скажи мне как часто у тебя происходят заказы вот эти сидишь и тебе звонит какой-то заказчики говорит марк я хочу полететь и не за там на ибицу за брокколи и ты говоришь что приезжайте к двум и полетим в летнее время я могу пять раз за день слетать куда-то чаще всего нам звонят где-то за сутки и договариваются но бывает что и за пару часов принимаем заказы а сколько будет стоить полет отсюда в барселону например самолет до барселоны будет стоить где-то полторы тысячи евро в зависимости от типа самолета в него помещается до 6 человек а вот вертолет стоит 390 евро в час а вместимость его максимум четыре человека но марки его коллеги не только перевозят местных жителей но и обучают и а это правда что многие местные жители приходят сюда чтобы учиться управлять самолетом потому что в этом есть необходимость да конечно у нас есть классы где мы обучаем теории а потом уже сажаем учеников за штурвал и вперед кстати к нам на учебу прилетают и многие иностранцы а сколько времени нужно чтобы научиться можно научиться за год но тот кто совмещает учебу со своей работой получает права за два-три года ого это получается почти как высшее образование а теперь вопрос от авиасейлс когда вы семьей летите в отпуск много ты денег тратишь на перелет цены конечно разные но все жители майорки могут за небольшие деньги долететь до континента значит тебе повезло как и нашим зрителям потому что у них есть авиасейлс с которым всегда можно быстро и найти самый лучший вариант перелета личные самолеты есть только у единиц да и в аренду его могут взять немногие мы же не рокфеллеры зато обычных рейсов хоть отбавляй раз в месяц я летаю к своей сестре в барселону ведь для жителей острова действует 80 процентная скидка на билеты а вот некоторые перелеты для всех майоркинцев абсолютно бесплатные я сейчас нахожусь на вертолетной площадке в государственной больнице подождите не падайте с дивана сейчас вы думаете а это огромные деньги только випы персоны нет ребята это абсолютно для всех и вот сейчас падайте с диванов абсолютно бесплатно для всех нужно вы хотели майорка же остров как сюда еще доставить больных в пальме столице майорки находится главная больница болярдских островов поэтому случае каких-то патологий из ибицы из минорки пациентов привезут именно сюда четыре экипажа заступают на дежурство каждые 12 часов в любую секунду нас могут вызвать за 40 минут мы подготавливаем все необходимые документы и тут же вылетаем экипаж состоит из четырех человек пилота его помощника врача и медбрата а медицинские вертолеты оборудованы всем необходимым и напоминают настоящую реанимацию часто этими вертолетами перевозят беременных или только что родивших женщин которым срочно нужна помощь все медицинское обслуживание на острове бесплатно благодаря страховкам многие даже идут рожать частные но если вдруг что-то идет не так их срочным образом отправляют в госклинику ведь только она оборудована всем необходимым по словам врачей на острове в среднем один ребенок в семье к тому же многие не спешат с материнством в погоне за карьерой красивой жизни и всеми удовольствиями этой жизни женщины откладывают роды на потом и затягивают с этим так что без эко уже не справиться кстати по страховке у наших жительниц есть шесть попыток бесплатного оплодотворения несмотря на такую статистику марсе и энрике повезло свои 30 с хвостиком им не пришлось прибегать ни к каким современным технологиям чтобы стать родителями о ну поздравляю вас это вас мальчик да когда вы родили это мальчик боско родился позавчера утром и так вы уже взрослым вам уже два дня сколько вы еще тут пробудете в больнице через пару часов мы уже будем дома а так то есть я уже вас на выписке встретил а папа был природа присутствовал или сейчас просто пришел забирать жену папы здесь часто бывают народах я вообще их принимал я же врач а то есть серьезно то есть этот работающий жена пришла к тебе рожать слушайте удобно хорошо как видите всегда есть плюсы когда муж работает в правильном месте понимаешь слушай ну здорово а это правда что здесь женщины часто отказываются от эпидуральной анестезии и хотят сами рожать натурально все мои подруги отказались я тоже хотела но потом сказала корите нет моих сил ну слушайте все тогда вам прекрасные выписки и все идите домой малыш идет в наш мир бедолага но дома с малышом марта будет недолго ведь декретный отпуск длится всего четыре месяца на майорке детей дает детский сад 16 недель представляете у таких крошек но самое главное что этим детям здесь садика можно делать все что угодно хочешь в грязи плещись хочешь бросайся это же вся моя стихия мы не только учим алфавит и делаем аппликации но и проводим много времени на улице и разрешаем детям играть в грязи это очень полезно для мелкой моторики рук если бы мне так в детстве давали делать что бы из меня было даже страшно представить представляете все такие сережки красивые а ты не хочешь так пошлепать ногами так тлюп-тлюп хочешь нет ну ладно девочка мне всегда мама говорила не шлюпай боже обрызгаешь людей понимаешь а тут говорят шлюпай шлюпай и обрызгивай всех в чем вот видите разница воспитания никто из родителей еще ни разу не жаловался на такие игры наоборот они всегда дают запасной комплект одежды на всякий случай а дети же просто обожают копошиться в грязи девочкой хорошая девочка где салфетки наверное я ухожу отсюда мне не очень нравится этот детский сад пойду куда-то высшее учебное заведение работает сад с 9 утра и до 16 часов а стоит он от двухсот шестидесяти до трехсот шестидесяти евро в месяц по зависимости от количества проведенного времени и наличие обеда еду детям готовят здесь же детей кормят только здоровой и полезной пищей мясом морепродуктами и конечно же сезонными фруктами благодаря отличному климату на майорке разве что только бананы не выращивают а так есть все что душе угодно сейчас как раз сезон инжира раз уж сезон в самом разгаре почему бы не поехать в гости к монсеррату который уже много лет занимается выращиванием более чем тысячи разных сортов инжира ребят я на майорке мне дали корзинку палку я иду собирать инжир я никогда в жизни не видела как раз цвет инжира никогда в жизни его не собирала это какой-то новый эксперимент для меня господи а как его это все это ни одной инжирки какое-то странное как его мне сказали собираешь крюком инжир блин что-то как-то странно да отпустись ты какая-то странная работа хочу вам сказать Жанна это не инжир в смысле не инжир? не инжир а где инжир? он дальше почему я должна себя всегда чувствовать идиоткой? меня привезли и сказали иди собирай инжир дали палку я пошла это не инжир работник сельского хозяйства из меня так себе на троечку но когда речь заходит о дегустации тут я могу преподавать Монсеррат я тебе хочу сказать что я обожаю инжир я его ела честно говоря вот только в таком виде ну максимум я варенье еще видела из инжира а я знаю что у вас и мясо делают с ним и говорят и пиво и вино это правда? мне сложнее сказать в какое блюдо нельзя добавить инжир на Майорке есть более 100 рецептов с ним и суп, и хлеб, и приправы, и варенье но просто универсальный продукт а вот кстати и кофе из него из инжира? он без кофеина да, пахнет кофе? попробуй а как мне пробовать? вот так? да, да да, да так я так себе давай он сладкий слушай, так это же вот, знаешь, вот людям кому нельзя вот кофеин ребята это еще это еще вот и так вкусно да класс, вот это да так, а это что? чай из него это чай? да, да вы меня с ума сведете? чай из инжира? чай из листьев инжира используют ведь не только его плоды я частенько варю суп из инжира своему внуку он его очень любит в сезон инжира я обязательно добавляю его в свою выпечку все разлетается за час а на Рождество на каждом столе есть инжирный хлеб без него праздник не праздник Монсеррат почувствовал мою любовь к инжиру и решил угостить меня всем что у него только было даже уговорил попробовать уксус ребятам ну, как же такая гадость, но вкусно сейчас будет хорошо так, давай говорят, вино еще у вас есть? да, вот оно давай вино лучше, ой, давай прошу, наше вино сделано из восьми сортов инжира два глотка, и твоя жизнь заиграет новыми красками знаешь, Монсеррат, скажу тебе так кофе шикарный уксус ничего закуски твои прекрасны но вино но вино это, ребята, я непьющая женщина в один миг превращаюсь в счастливую приезжай почаще ты еще столь кого не попробовала если я такой любитель инжира почему я не живу на Майорке? вот скажи мне, пожалуйста я бы тут была счастливой женщиной с таким напитком волшебным, а? ох, я бы тут может быть, петь начала не дай бог, конечно, но кто знает на плантацию Монсеррата три тысячи деревьев каждая из них дает от 50 до 150 кило урожая в год продает он инжир по 5 евро за кило но так как сам физически не успевает его собирать покупатели делают это самостоятельно в качестве бонуса пока собираешь урожай можно съесть столько, сколько душе угодно но вы не подумайте жители Майорки любят есть не только инжир я сейчас как типичный житель Майорки села позавтракать в таком прекрасном месте передо мной чашечка кофе инсаймада то есть все как будто прекрасно вы скажете ничего удивительного да, только единственное в эту инсаймаду добавляют свиной жир то есть позавтракаешь и можешь больше целый день ничего не есть ой здравствуй жир если бы не заоблачное количество калорий то инсаймаду ели бы каждый день но даже при этом за день я продаю почти 400 штук разных форм и видов тамео и его работники встают в 3 часа ночи чтобы к утру каждый житель столицы Майорки мог купить себе любимый десерт инсаймаду называют не только основой майоркинской кухни но и настоящим символом острова несмотря на то что мы не единственные кто выпекает инсаймаду конкурентов у нас нет ведь в отличие от больших магазинов и туристических лавок мы готовим только из лучших ингредиентов и строго по старинному рецепту маленькая булка стоит 2 евро а большая почти 40 ее покупают не только местные но и туристы некоторые возят домой по 8-10 штук а если учитывать что каждый год на Майорке отдыхает по 20 миллионов туристов пекари должны зарабатывать здесь не меньше чем айтишники многие считают что на нашем острове могут отдыхать только обеспеченные или даже богатые люди но это совершенно не так в пятизвездочных отелях номер будет стоить примерно 500 евро за сутки но можно найти и бюджетные отели где ночь будет стоить всего 50-60 евро хлебным сезоном местные отели считают 7 месяцев с марта по октябрь ну и в оставшееся время есть желающие отдохнуть зимой гораздо меньше спрос на номера зато ресторан спа и фитнес имеют колоссальный успех вот правда приходится немного сокращать штат если отпуск на носу и вы собрались на Майорку тогда вам нужен отель иберестар плая де Майорка который расположился на побережье пальмы де Майорки уютные номера и заботливый персонал сделают вашу поездку не забываемой а шикарный вид из окон номеров поможет погрузиться в невероятную атмосферу острова на Майорку приезжают отдыхать звезды Голливуда знаменитые спортсмены конечно отдых здесь стоит очень-очень внушительных денег но местным жителям это абсолютно неинтересно знаете почему? потому что у них есть скидка на все на это вот почему я не местный житель? вот объясните мне в чем дело? всем, кто родился на острове положена 30-ти процентная скидка на проживание абсолютно в любом отеле это отличная возможность для жителей Майорки лучше узнать свои края а не летать куда-нибудь на Мальдивы пока что я вижу сплошные плюсы жизни на острове на перелеты скидка на проживание в отелях скидка и чувствую, что любой майоркинец запросто продолжит этот список в солнце, море теплая погода отличные люди что еще надо живя на Майорке совершенно не чувствуешь себя на острове здесь есть и большие города и деревни здесь отличные больницы есть вся инфраструктура мы, конечно, ко всему уже привыкли но ты будто постоянно в отпуске вокруг тебя есть все то ради чего миллионы людей приезжают сюда за тысячи километров но перечислить плюсы и не сказать о минусах нельзя ведь какой бы райской ни казалось жизнь всегда есть то, что можно улучшить если ты работаешь в социальной сфере то на острове тебе жить дороже чем в той же Валенсии уровень зарплаты один и тот же но цены гораздо выше как мэр хочу сказать что на острове есть не все и многие товары которые вы видите в наших магазинах приходится привозить на самолетах из-за этого стоимость выше чем на континенте с этими трудностями столкнулся и Рамон когда строил свой дом такой дом дорого построить вот в 500 квадратных метров на постройку 500 квадратных метров ушло полтора миллиона евро так как на Майорке ограниченное количество земли стоит она много и стройматериалы ой какие недешевые а коммунальные услуги у вас тут дорогие или я тебе конечно точных сумм не назову но в прошлом месяце я только за света дал полторы тысячи евро я поняла а продукты скажем тоже дорогие здесь на Майорке у вас они гораздо дороже чем на материке мы шутим даже что самый дешевый продукт здесь это вино кстати о вине Рамон один из самых крупных производителей львина на острове ведь вокруг его дома на 20 гектарах земли растет 7000 виноградных лос и несмотря на то что у бизнесмена его жены трое детей все они разъехались и теперь непонятно кто же продолжит семейное дело как твои дети они вот выросли чем они занимаются они не хотят помогать тебе в твоем бизнесе или как-то поддерживать тебя все ты сам делаешь одна дочь учительница другая психолог а сын учится на адвоката никто не захотел продолжить мое дело и я уважаю их выбор хорошо ну а кто же тебе поможет в твоем бизнесе буду решать проблему по мере их поступления я за то что жить надо сегодняшним днем и тогда будет намного проще слушай какие волшебные слова конечно жить надо здесь сейчас я так все время говорю понимаешь а мне все отвечают ой ну как же а вот надо тот ну ладно бизнес Рамона приносит ему отличный заработок но при этом в доме я не увидела ни расписных потолков ни золотых унитазов Рамон это правда что на Майорке считается неприличным выпячивать на показ свое благосостояние деньги любят тишину к тому же выставлять богатство на показ плохой тон важно оставаться скромным культурным воспитанным а главное образованным я всегда вам говорю учитесь дети будете богаты ну правильно ну а что нет и жителям Майорки повезло с этим гораздо больше чем их соседям со всех Балиарских островов именно на Майорку приезжают люди чтобы поступить в университет почему потому что он единственный который тут есть несмотря на то что многие выпускники соседних островов все же улетают за дипломами в Барселону или Мадрид конкурс в университет Балиарских островов просто сумасшедший особенно на медицинский факультет поэтому надо отлично сдать экзамены и иметь хорошие оценки в аттестате учеба длится 4 года государственный вуз стоит примерно 1200-1400 евро в год в то время как частные обойдутся в 10 раз дороже также каждый студент может подать заявку на стипендию но чаще всего ее дают ребятам из малообеспеченных семей но что-то я поторопилась с университетом я же еще про школу не рассказала правда здесь все стандартно как и во всей Испании учеба длится с 6 и до 18 лет есть частная школа есть государственная но есть одна школа которая известна далеко за пределами острова когда я училась в школе я заканчивала час в два школу шла в музыкальную на хореографию у меня было свободное время туда пошла там позанималась пришла домой ну там погуляла на улице как все нормальные дети а в школе при монастыре Люк дети и учатся и спят и едят и все это находится прямо здесь в горах представляете вот в такой красоте дети находятся 24 часа ох как интересно и мама не ругает с папой монастырь Люка знаменит на весь мир благодаря детскому хору сейчас в нем поет 15 мальчиков и 25 девочек которые учатся в специальной школе-интернате вот в каждом так сказать отсеке видите у них нету отдельных комнат все видно все слышно кто чуть-чуть повыше чем я то вообще все заглядение вот так вот 4 кровати ой я в очках ничего не вижу представляешь 4 кровати и 4 шкафчика для личных вещей все все заправили кровать мягкая кстати хорошая и пошли без всяких излиществ вот это да понимаешь как интересно образование в нашей школе полностью бесплатное единственное что оплачивают родители это проживание и питание а это 300 евро в месяц знаете что самое интересное что девчонки и мальчишки тоже в своих корпусах подъем у них 8 утра они отсюда уходят и вот в эти спальни они могут вернуться только в 10 вечера даже когда у них есть перерыв свободное время они не могут подняться и поваляться на кровати они сюда приходят только в 10 вечера когда нужно ложиться спать то есть целый день дети занимаются чем угодно а спальня только для сна сейчас я приеду домой до садочки скажу для чего ее комната у нее есть каждый год мы набираем очень мало детей поэтому конкурс по 10-15 человек на место чтобы попасть к нам необходимо иметь хороший слух играть на музыкальном инструменте пройти пробы сдать экзамен и в принципе все ты наш ученик в первой половине дня здесь как и в любой другой школе учат физику языки географии и конечно же идут на обед ну как без него а вот потом начинается самое главное в 14-15 когда заканчивается образовательная школа на первом этаже все дети поднимаются на второй этаж и тут начинается индивидуальные занятия по музыке до 5 часов мало меня каждый день после занятия на музыкальных инструментах и сальфеджио все ученики готовятся к выступлению на вечерней мессе по воскресеньям и праздникам они выступают дважды но прежде чем надеть нарядную одежду все идут принимать душ вот это огромное помещение это душевая туалет тут девчонки тут только девчонки это крыло девчонок мальчишки совсем в другом крыле вот тут раковина видишь вот там вот у каждой у кого-то лежит своя зубная щетка тут душевые кабины тоже видите все открыто вот ну и тут у девчонок полотенце ну очень чисто а воздух такой как как в бане когда все приготовления окончены начинается выступление хор поет не только в монастыре во время службы но и гастролирует по всему миру эти маленькие хористы почетные гости на всех фестивалях до недавнего времени в хор принимали только мальчиков но благодаря сотням родителей которые привозили своих дочерей на прослушивание в школе появились и хористки у наших детей есть и свободное время они могут поиграть в футбол или баскетбол поплавать в бассейне ну или почитать что-то нам запрещено пользоваться телефонами на уроках нам нельзя делать селфи но вечерами мы частенько смотрим какие-то сериалы или фильмы но только те которым открыт доступ после окончания учебы каждый выбирает свой путь кто-то становится музыкантом а кто-то идет на юридический зарплаты на майорке очень разные после вычета налогов воспитатели в детском саду получают 900 евро пилоты примерно две с половиной работники отеля от тысячи и до трех а бизнесмены и вовсе могут зарабатывать десятки тысяч для комфортной жизни на майорке будет достаточно зарплаты в две тысячи но если вы арендуете квартиру или выплачиваете ипотеку тогда необходимо в полтора раза больше из-за этого многие часто живут с родителями до 30 лет пока они соберут небольшой капитал Марта недавно погасила долго за квартиру и наконец-то выдохнула с облегчением ее квартира в 53 квадрата обошлась ей в 150 тысяч евро проходи дорогая ой как интересно у вас тут такой длинный коридор да а и вот тут спальня да а тут что здесь ванная а тут туалет я подумала такой длинный коридор непривычный тут у нас спальня еще тут спальня а здесь еще одна спальня так где у меня спальня и тут вот так вот заходишь класс ну у вас и вид да вид у нас просто невероятный ничего себе за такой вид не то что 150 тысяч не жалко можно и миллион отдать каждый месяц у семьи уходит до 250 евро на коммуналку а на продукты тратят до 100 евро в неделю но только лишь потому что любят ходить по ресторанам а вы часто ходите в ресторан стараемся несколько раз в неделю мы за 6 лет были в 150 ресторанах то есть вы считали ну что то у нас даже рейтинг есть хочешь покажу да конечно слушай я первый раз вижу людей в жизни я видела людей которые отмечают страны города а те которые отмечают рестораны и количество я такого не видела посмотри оказывается по статистике на майорке 60 процентов браков заканчиваются разводом и марта тоже попала в эту статистику сложно здесь в испании разводиться мне повезло мы расстались с мужем полюбовно так что на все про все ушло несколько месяцев а алименты как-то отец ну выплачивает или вообще у вас не идет про это речи вот каждый месяц бывший живет в пяти минутах от нас поэтому сын живет день с ним а день с нами все расходы мы тоже делим поровну ну ты видишь как люди должны договариваться понимаешь поэтому они все и говорят на одном языке ну когда выучат понятное дело а женщине с ребенком легко выйти замуж второй раз здесь на майорке все по-разному конечно но так как многие разводятся нет ничего удивительного в том что при знакомстве ты узнаешь что кто-то был в браке и о том что есть дети ну вы живете шесть лет а вы собираетесь вообще жениться или нет пока таких планов нет нас все устраивает у кого планов нету у тебя или у тебя Марта обоих мы не разу это обсуждали решили что все это глупая формальность у Марты с Хуаном есть не только общая квартира но еще и лодка и машина и как оказалось пришвартовать лодку в порту дешевле и проще чем найти парковку для машины парковка на Майорке очень дорогая поэтому местные жители могут взять в аренду парковочное место за 25 тысяч евро ну или можно даже купить и цена может доходить до 100 тысяч евро ну а что потом можно по наследству передавать удобно да-да вам не приснилось не показалось и не послышалось в самом центре города парковка может стоить 100 тысяч а аренда места на 50 лет 25 тысяч я еще раз повторила эти цифры потому что сама в это с трудом верю такие цифры скорее исключение чем правило и столько стоят места в самом центре Пальмы-де-Майорки а чем дальше от центра тем дешевле можно спокойно купить место за 10 тысяч и не волноваться но если нет таких денег то можно брать место в аренду и стоить оно будет от 50 до 250 евро в месяц мы всячески пытаемся улучшить общественный транспорт чтобы люди пересели в него со своих авто средний возраст наших автобусов 2 года и транспортная развязка позволяет добраться с одного конца города в другой так как Майорка это остров и количество земли на нем очень ограничено возникают проблемы не только с парковкой но и похоронами с каждым годом кремация становится все более популярной на острове ведь не надо покупать место за 1400 евро но урну с прахом тоже придется разместить на кладбище ведь дом ее хранить запрещено и упаси господь пойти и развеять прах над морем как в голливудском кино чтобы не было соблазнов разбрасывать прах в общественном месте и уж тем более в море тем самым загрязняя среду и подвергая опасности окружающих был придуман штраф в размере 800 евро с таким наказанием каждый три раза подумает прежде чем это сделает в похоронном бюро можно заказать не только урну для праха но и заказать бриллианты из праха родственника ну а что вот так вот будешь вечно со мной сделал бриллиант кольцо и все никому тебе не отдам будешь только мой ну вот я так стоит такая услуга ни много ни мало минимум 6 тысяч евро как по мне это очень экзотично лучше добавить немного и купить фамильный склеп несмотря на то что на улице 21 век фамильные склепы не теряют своей актуальности в зависимости от вместимости и архитектурной ценности они могут стоить от 25 до 150 тысяч евро цены конечно на майорке мама не горю жить дорого умирать дорого но проще всего об этом не задумываться и жить в свое удовольствие как это делает антонио в свои 68 он наслаждается пенсией планирует путешествия приглашает в свой палац гостей и устраивает шумные вечеринки в общем вовсю наслаждается холостяцкой жизнью знаешь что у тебя есть сын скажи мне тут дети помогают родителям на пенсии или родители помогают своим детям наоборот моему сыну 35 лет он в самом расцвете сил он занимается своей жизнью а я своей я более чем могу сам о себе позаботиться к тому же у меня много подруг но вот невесты пока нет все слышали девочки подружки подружками а невесты нету и палац хороший такой вообще ой господи и сын не часто я так понимаю приезжает слушайте ну хорошо а как ты еще любишь развлекаться на пенсии помимо встреч с подругами там я еще не знаю еще делаю все что мне нравится катаюсь на своей шестиметровой лодке два-три раза в год езжу на отдых гуляю веселюсь бог дал здоровье так что живу в свое удовольствие тебе твои пенсии хватает вот на все эти развлечения на маленькую вот эту лодочку несчастненькую шестиметровую на вот эти вот оливки на вот эти развлечения на путешествия да? более чем я был летчиком и у меня была высокая зарплата поэтому моя пенсия теперь две семьсот в месяц после вычета всех налогов к тому же есть еще накопление которое я делал в течение жизни но так пенсию встречают далеко не все жители Майорки к сожалению многие местные пенсионеры вынуждены работать на минимальную пенсию в шестьсот восемьдесят евро в месяц особенно не загуляешь но есть и хорошее у пенсионеров много льгот и скидок поэтому я скоро лечу в Валенсию на шесть дней за все про все заплатила всего двести пятьдесят евро все местные жители выходят на пенсию начиная с шестидесяти семи лет есть множество домов престарелых и независимо от суммы пенсии ты можешь получить то место если за тобой некому присматривать ну скажи мне вот вообще чисто гипотетически ты вообще можешь жениться еще все может быть но я стараюсь не думать об этом хочу жить сегодняшним днем ну слушай ну это же прекрасно ох вот это я понимаю понимаешь общаться общаться жить радоваться есть пить и ничего не обещать жить сегодняшним днем боже Антонио просто ты мечта девочки жизнь Антония кажется настоящей мечтой но все ли его мечты сбылись он проживает долгую и интересную жизнь неужели она и правда настолько идеальна как он говорит я усердно учился потом много работал поэтому все свои материальные желания я давно воплотил в жизнь а вот жалею только о том что пандемия сковала нас никто не знает сколько нам отведено и я из-за нее теряю время я бы мог еще столько всего увидеть со столькими людьми познакомиться но пока что я трачу свои драгоценные дни на ожидание что все наконец-то будет хорошо у жителей Майорки можно многому научиться например наслаждаться сегодняшним днем благодарить а не ругать радоваться а не опускать руки быть добрым по отношению к другим беречь то что подарила природа любить то место где ты живешь и ценить каждый миг своей драгоценной жизни 1, 2, 3 I I wanna get lost tonight Get on a one way flight Out of here And start living the good life Let's get lost tonight Майорка это остров где жизнь останавливается только для туристов а вот у местных жизнь постоянно кипит нужно успеть инжир собрать уроки выучить яхту пришвартовать не жизнь а сплошная рутина зато грустить тут точно некогда ведь выходя каждый день на улицу местные видят прекрасную погоду красивых людей счастливых соседей невероятные пейзажи безопасную обстановку развитую инфраструктуру достаток благополучие любимую майорку за всей этой рутины всегда нужно уметь просто остановиться и насладиться красотой вокруг тебя ведь жизнь это не только работа учеба уборка в доме а жизнь это еще и теплое море вкусная еда улыбка вашего ребенка и минута когда ты просто останавливаешься на улице наблюдаешь по сторонам за жизнью других и понимаешь что твоя жизнь ничем не хуже чем жизнь других субтитры субтитры субтитры